Проведение мастер-класса в стенах Брестского областного краеведческого музея уже хорошая традиция. Темы подобных развлекательно-познавательных мероприятий менялись, интерес заметно возрастал. В наступившем году первый мастер-класс носил довольно интересную задумку. Кому-то напомнить, а кому-то рассказать о популярном развлечении предков, изготовлении самодельных соломенных кукол. Когда-то такие игрушки, а сегодня сувениры делали из цветов, стеблей крапивы и даже листьев лопуха. Эпоха современных технологий диктует свои правила. Сегодня диковинные вещицы можно отыскать на прилавках магазинов. Однако куда увлекательнее и самому попытаться создать такой, надо сказать, непростой в исполнении сувенир. Тем более, если мастер-класс проходит под руководством такого талантливого творческого человека, как Галина Барановская. Я первые навыки получила на нашей Брестской фабрике сувениров. Такую куклу я сама уже разработала, но самые первые главные навыки я получила на нашей Брестской фабрике сувениров. Такие работы дети выполняют с удовольствием. Такие работы выполняются быстро, за минуты 30. И детки довольны результатом, что вот недавно перед глазами у деток была соломка, но через какое-то время она превратилась в игрушку. Мир рукодельного творчества соломоплетения открывал свои двери перед Галиной Барановской постепенно. Педагог по классу флейты женщина никогда не упускала возможности полюбоваться соломенными сувенирами. Они поражали ее красотой и богатством фантазии. Именно это потолкнуло Галину Барановскую пойти на специальные курсы мастерства. Любимое занятие впоследствии принесло ей звание народного мастера по соломоплетению. А позже пора войти в союз мастеров народного творчества Беларуси. Сегодня женщина с удовольствием передает навыки подрастающему поколению, чувствует интерес к делу со стороны ребят, что несомненно радует ее как наставника. Это очень интересно, передавать свой опыт другим детям. У детей тоже развиваются свои идеи, они свое творчество тоже передают своим родителям. Ну это очень, конечно же, интересно. Создает свои индивидуальные сувениры, индивидуальные образцы работы. Интерес к соломоплетению среди ребят был очевиден. И если куклы давались довольно легко, то пример творческих работ, которые презентовала Галина Барановская, простимулировали к изготовлению более сложных шедевров. Галина Степановна, она очень веселая, она много дает работы, очень интересные. И все подделки, которые я делала, моим родителям очень нравятся. Мастер-класс по изготовлению куклы в технике соломопластики проходил под эгидой культурно-образовательного проекта музея и компании. Идея подарить горожанам возможность обучиться разным видам творчества нашла отклик у брещан. Судя по количеству собравшихся гостей, было очевидно, традицию необходимо продолжать. Следующий мастер-класс у нас будет в феврале, он будет очень теплым, называться он будет волшебный клубок. У нас будет изготовление мягкой игрушки из нити. Судя по плану руководства музея, сегодня можно с уверенностью сказать, занятие по душе найдется для каждого. Посвятить себя творчеству, отлечься от посрединенных забот и суеты, что может быть лучше, как для взрослого, так и для подростка. Продолжение следует...